На родине его ценили, если он хорошо работал, если делал людям добро, если был справедливым. А здесь оказалось, уважение дают только деньги, причем большие, и неважно, как ты их заработал. Никто из этих людей не идеализирует нас. Они знают наши проблемы, знают наши недостатки. Но там, на чужбине, они вдруг поняли, что наше достоинство может быть гораздо важнее, гораздо существеннее наших проблем и наших недостатков. Некоторые из этих людей крайне негативно были настроены против нашей страны и хотели выехать не просто поддавшись уговорам, обману, пропаганде, а вполне целеустремленно, даже воинственно. Но произошла примечательная вещь. Они уезжали открывать для себя Америку, а получилось иное. Они там, в Америке, открыли для себя прежде всего свою страну, в которой раньше жили, те ее достоинства, которых раньше не замечали, мимо которых проходили равнодушно, с пренебрежением и даже с раздражением. Подумаешь, бесплатное образование, подумаешь, бесплатное медицинское обслуживание, подумаешь, что, подумаешь, другое. Теперь у них появилось время подумать, сравнить, оценить. И кто-то размышляет, ведь это так заманчиво, и только с течением времени придет к осознанию трагедии. Поймет, что, оказывается, есть ценности в жизни, о которых мы даже не думаем у себя на родине, потому что они существуют с нашего рождения, как существуют мать и отец для ребенка. И только потеряв родителей, можно понять, что они для тебя значили. А так ведь кажется, что они были всегда и будут всегда. И они тебе все должны, и бесплатную школу, и бесплатные вузы, и бесплатное медицинское обслуживание. Ты привык, что тебя уважают по труду, по свету души, а не по деньгам в кармане. Привык, что кто-то обязан предоставить тебе работу после окончания школы или вуза. И несправедливо, если тебя уволили, то кто-то обязан восстановить тебя на той же работе. И даже не отдаешь себе отчета, кто это все делает, потому что это делается как-то, как бы, само собой. И происходит, так сказать, так, как будто все это разумеется само собой. В нашей ежедневной жизни мы больше обращаем внимание на наши трудности, на наши проблемы, которые нас раздражают, расстраивают. И подчас очень жалко, что приходится тратить силы на их преодоление. Но это естественно, совершенно естественно, и совершенно справедливо, и так устроен человек, и без этого нет движения вперед. А все хорошее мы воспринимаем как данность, не задумываясь о том, что все это великие завоевания нашего народа. И подчас забываем, каких же огромных усилий стоило нашему народу все эти завоевания отстоять. И как они сложились, наши человеческие отношения, именно наши, социалистические. А, наверное, полезно было бы чаще задумываться об этом. Наша передача окончена. Всего доброго.